Где у нас стартап котики? Мяу, мяу! Как растут стартап котики? Пяу, пяу! Кто у нас стартап котики? Мы бестов, мы бест, мяу! Станете юной корненой? Да, мы шам здесь не место! Друзья мои, дорогие стартап котики, венчурные волки, а также различные люди, животные, вообще странные волшебные существа, юникорны, прошу заметить, юникорны, которые присоединились к нам. А я знаю, кстати, что как минимум один юникорн нас смотрит. Привет вам, ребята! Вот, не буду вас выдавать, но вы знаете, кто вы. Вот, у нас сегодня совершенно офигенский гость Дмитрий Алимов, который офигенский по многим разным параметрам. Ну, первый параметр, он венчурный капиталист, и у него ужасно интересный крутой фон, сейчас он про себя расскажет. Второй параметр, он очень необычный человек, и, ну, в принципе, мы живем в такое время, в таком месте, где обычных особо нет. И когда кто-то говорит, давайте там классифицируем подходы виси, то это вот herding cats, это как бы пытаться кошек собрать в стадо, и куда-то мы все дико разные. Но Дмитрий уникален тем, что у него совершенно офигенный, совершенно уникальный опыт. Я для тех немногих из вас, что Дмитрий не знает, я надеюсь, ваше число совсем небольшое и грожу вам пальцем, вот, я для вас запостил его совершенно потрясающую биографию. Но, Дмитрий, имеет, может быть, смысл пару слов тебе рассказать о себе, о фонде? Да, с удовольствием. Я родился в Советском Союзе, в прекрасном городе Самара, который тогда назывался Куйбышев. Образование получил в основном в Америке, хотя в России тоже учился на Computer Science, что называется, прикладная математика. И в Америке учился на MBA в городской школе бизнеса, построил несколько бизнесов как предприниматель. Самый, наверное, интересный бизнес в этом контексте – это компания Иви, которую мы с моим партнером Олегом Тумановым соосновали 10 лет назад. Ну, многие из твоей аудитории знают, наверное, что это за компания. 8 лет назад мы также с Олегом соосновали Frontier Ventures. Frontier Ventures – это фонд, инвестирующий на ранней стадии, Сиды, Series A, компании, у которых есть сетевые эффекты. Мы подробнее сегодня проговорим, что это означает. Сейчас в основном мы инвестируем в США, но у нас есть в портфеле международные компании, в том числе и российские. Например, Иви, Профи, Ру – это примеры наших российских инвестиций. Ну, вот, соответственно, сидим здесь в долине, инвестируем в прекрасные, интересные компании вместе с такими интересными людьми, как Игорь. Спасибо, Дмитрий. Офигенское интро. Но я его сделал бы лучше, потому что я рассказал бы насчет других инвестиций, твоих успехов. Ты просто скромный человек, что очень нетипично для долины, причем человек такой совмещающий, интересно, и высокий IQ, и очень высокую степень организации. Вот, знаешь, довольно, мне кажется, справедливо сказать, ну, кстати, поправь меня, может быть, я не прав, но довольно справедливо сказать, что VC по своей сути, он такой достаточно как бы поверхностный, ему приходится очень-очень много всего изучать, и ты не можешь углубиться там и в AI, и в VR, и в SaaS, и там еще кучу. И приходится, ну, я уверен, что и тебе тоже себя напичкивать диким количеством информации, плюс к стартапам, и поэтому по необходимости это как бы такой поверхностный. А мне кажется, ты человек такой вот очень организованный, я не прав? Спасибо, ну, со стороны всегда виднее, поэтому я дам возможность себе оценивать. Ну, естественно, работа VC в том, чтобы очень много, очень быстро узнавать. Есть выбор, конечно, либо специализироваться на каком-то сегменте, либо быть более дженералистом, но мы, наверное, где-то посередине, потому что, во-первых, мы ограничили свою, собственно, свои интересы компаниями с сетевыми эффектами, я объясню более подробно, почему. Ну, и, соответственно, ряд секторов, которые другие люди инвестируют, мы не инвестируем, то есть мы для себя поляну существенно ограничены. Классная очень тактика на самом деле, но давай к этому вернемся. Ну, мы с тобой перейдем, мы запустили изначально 7 вопросов, которые тебе и мне показались интересными, но, в принципе, нас никто не заставляет, мы можем там еще какие-то вопросы к этому добавлять. Давай начнем сверху, мы как раз к этому подошли. Как вот мы, вот, давай, чтобы это была беседа, скорее, а не интервью. Что для тебя определяет, как ты выбираешь проекты инвестиций? Почему вот в таком огромном потоке, который и ты, и я, и там любой VC для себя создает, нам приходится, мы не можем в тысячи компаний, в Sequoia даже не может в тысячи компаний инвестировать, тебе приходится каких-то даже классных от них отказывать. По каким критериям вот ты, как ты выбираешь, ну, как вы, скорее, во Frontier Ventures, ну, как бы и в том числе и ты, как вы выбираете проекты? Ну да, предполагая, что проект входит в те сектора, которые нам интересны, и ряд секторов, например, электронная коммерция или рекламные технологии мы просто вообще не инвестируем, но если он входит вот в эти сегменты, мы, в принципе, смотрим в основном на пять самых важных вещей. Какие это вещи? Ну, прежде всего, команда, да, потому что, на самом деле, на ранней стадии команда может даже важнее, чем конкретный бизнес, потому что, как жизнь показывает, очень часто происходят пивоты, изменения, и, собственно, сегодня бизнес такой, а завтра бизнес другой. Но если у тебя нет команды, которая может квалифицированно и агрессивно и качественно проводить эти изменения, то, собственно, у тебя и бизнеса нет, да. И один важный элемент команды, который, может быть, менее очевидный, это то, что мы называем storytelling, да, то есть это способность донести, собственно, ключевую информацию и преимущества твоего бизнеса до различных людей, например, инвесторов, потенциальных партнеров, сотрудников, и мы просто по опыту видим, что если компания и основатели не могут себя презентовать и качественно объяснить, что они делают, почему, и как это принесет пользу различным участникам этого процесса, таким командам обычно очень сложно поднимать финансирование, им сложно привлекать качественных сотрудников, то есть, ну, это очень сложно построить бизнес, не имея вот этого навыка, да. Поэтому вот это для нас важно. Вторая вещь – это большой рынок, да, потому что экономика, ну, как ты прекрасно знаешь, экономика нашего бизнеса такова, что тебе нужно, ты очень много, что, много какие компании у тебя не выстрелят, а просто умрут, да. То есть, понятно, что будешь списывать какое-то количество компаний из своего портфеля, но для того, чтобы зарабатывать, те компании, которые выстреливают, должны выстреливать очень сильно. А это возможно только в случае, если это большой рынок, да, потому что на маленьком рынке ты не сможешь такого результата добиться, да. Это вот часть, которую многие предприниматели не до конца понимают, почему мы не инвестируем в какие-то проекты, которые, может быть, прибыльные, может быть, успешные, но при этом большим потенциалом, да, потому что, ну, экономика нашего бизнеса не работает в этом случае. Третье, ну, это уже так вот более-менее очевидно, это traction, то есть, собственно, если доказательство того, что этот продукт или этот сервис реально нужен потребителю, а это можно лучше всего проверить тем, что потребитель либо платит деньги за это, либо хотя бы активно использует продукт, если еще выручки нет. Дальше мы обязательно смотрим на защищаемость бизнеса, и в нашем случае это означает сетевые эффекты. Мы более подробно сегодня поговорим про то, что это такое, почему это важно, но, по сути, на этом этапе можно думать об этом как о барьерах для входа, да. То есть, другими словами, у тебя должно быть в твоем бизнесе какой-то способ защититься от конкуренции, да, потому что если его нет, ну, понятно, что произойдет, появятся конкуренты, если ты успешен, если ты не успешен, понятно, что ничего не будет, но если компания успешна, то у тебя появятся конкуренты, они будут тебя конкурировать по цене и, соответственно, сжимать твою маргинальность, и, в конце концов, это упражнение заканчивается тем, что неприбыльным не является никто, и ценности, собственно, наверное, стоимости в этих бизнесах нет, да, поэтому, если ты не можешь его защитить, то лучше не инвестировать в него. Ну, и последний фактор – это просто условия сделки, они должны быть как минимум разумные, учитывая тот потенциал компании, который есть, оценку, там, остальные условия. Ну, вот, собственно, вот эти вот пять самых главных вещей, на которые мы смотрим. Слушай, интересно, вот, лишний раз подтверждает, мне кажется, все, ну, естественно, все очень разумно и логично, а если бы, если, как бы, повернуть доску и тот же вопрос задать мне, ну, скорее нам, как бы, в TNT Investments, абсолютно точно, вот, за те почти, скоро будет 10 лет, как мы вместе, то, что вырисовалось со временем, оказалось для нас, для всех, что вот эта попытка гармонии алгебру измерить, как у Пушкина в Моцарте и Сальере, она для нас реально самая главная, потому что мы очень много раз, ну, не очень много раз, несколько раз сталкивались с тем, что историетелинг офигенный, команда крутейшая, и там делали обалденные экзиты, но одно дело, как бы, когда-то в прошлом, в другом рынке, в другое время, в другом сегменте, с другим продуктом, с другими конкурентами, обстоятельствами что-то сделать, а другое дело в другом. И, в общем, для нас, наверное, вырисовалось первое, что цифры самое главное, самый первый наш главный фильтр – это numbers filter. И первым делом мы смотрим вот так, немножко как банкиры, какие у тебя revenues, какой у тебя burn, насколько вот реальный твой рост. А второе, связанное с этим, это скорость роста, это для нас очень-очень важно, потому что, если ребята… Ну, мы перестали на супер ранний, мы больше не смотрим до где-то там миллиона долларов revenues компании. Но вот если на этом уровне ребята, особенно если они получили финансирование, не могут показать нормальный рост, то, опять же, это не гарантия, но это один из таких предсказателей того, что и в будущем это не команда, не люди, заточенные под рост. И мы, к сожалению, сталкивались с тем, что и продукт классный, и market fit отличный, и клиенты нормальные. Но команда настроена, вот, давайте еще такой фичи сделаем, давайте customer development еще сделаем. Ой, так прикольно, давайте вот здесь продукт вылежимой, он еще не готов там. И вот такой, знаешь, неторопливая такой вот, для меня, никого, надеюсь, не обижаю, для меня это такое европейское. Вот такие швейцарцы, немцы, шведы, они любят там сесть, все очень так хорошо сделать. Американцы больше такие, так, вперед, давай быстрее, бежим там, как японцы дразнят американцев вместо, это по-английски, но попытаюсь по-русски перевести, вместо заряжай, целься, стреляй у них, стреляй, заряжай, целься. Но в стартапах иногда, ну, то есть, для нас, первое, для нас очень важны цифры, мы смотрим, насколько ребята смогли создать revenues, и что из себя представляет customer acquisition cost, что из себя представляет churn rate, LTV и так далее. Для нас очень важна скорость роста, для нас абсолютно, ну, я по всему с тобой согласен, просто чуть-чуть, может, немножко другая у нас стратегия. Для нас очень важна именно способность команды доказать, что они умеют расти, и что они заточены под это. Вот для меня больше, и для моих партнеров, больше музыки для моих замученных венчурных вышек нет, чем слышать, когда основатель оперирует не какими-то мечтами, ой, большой рынок, ой, мы что-то сделаем, говорит, у нас вот такой канал, user acquisition channel, канал приобретения клиентов, такой канал, такой, здесь цена такая, здесь такая, у нас там модель такая, модель такая. Ты просто сидишь и думаешь, вот, тот человек, которому там ты даешь деньги, он их четко вставляет в машинку, растет, и как-то... Ну, я согласен в целом, и у вас тоже очень классная стратегия, просто у всех как бы чуть-чуть разные... Не, я совершенно не уменьшал бы ценность метрик и финансовых показателей, да, может быть, мы детально про них не прошлись, но, собственно, вот в Прэкшн это как раз упор, да, скорость коста, юнит-экономика и так далее. Да-да-да. Ну, на самом деле, я в каком-то варианте я бы ответил практически то же самое, что сказал ты, кроме вот этой вашей уникальности насчет сетевого эффекта, мы сейчас до этого дойдем. Окей, слыша, тесно связанный с этим вопрос, оценка стартапа, он такой безумно эзотерический и... Ну, и ты, и я видели, чему мы только не видели, вот там под частью оценок стартапа. Я недавно писал, пришел офигенный через моего приятеля, которому привет, пришел офигенный стартап, который мне дико понравился, который хочет почти 50 раз ERR, очень ранний стартап. Ну, то есть, ну, вот такой round day, 50 раз ERR, ну, просто мне нечего сказать, нечего добавить, ребят, как бы счастливо. Ну, они нашли, кстати, деньги какие-то. Ну, вопрос, какой рост, понимаешь, если он растет, там, 20 раз год к году, может быть, это разумно? Да, они там за полгода выросли, там, почти ни с чего, да, таких неплохих цифр, ну, ты же знаешь, как очень часто бывает, что, вот этот ранний рост, это там, кого-то ты знал, где-то тебе повезло, где-то ты сконцентрированно поработал, какая-то определенная местность, какие-то первые, там, referrals и так далее, и так далее. А потом хопа, и он на тебя ныряет. Ну, в общем, да, Дмитрий, прости, я сам себя заболтал. Насчет оценки стартапа, вот что ты думаешь, как, давай такой двойной, как бы двойная сторона вопроса, разумная и неразумная оценка стартапа, вот что для тебя, как она определяется, и что для тебя разумная и неразумная? Да, ты знаешь, ну, во-первых, на самом деле, самый главный месседж, наверное, в том, что все-таки оценка, она определяется спросовым предложением, да, то есть мы можем сколько угодно там рисовать формулы, мультипликаторы, но если есть большой спрос на компанию, то она поднимет финансирование по высокой оценке, да, то есть это вот просто некий медицинский факт, да. Дальше вопрос, из чего складывается спрос и предложение, и как, собственно, инвесторы смотрят на компанию, да, и для себя ее оценивают. И, к сожалению, здесь такой вот одной формулы придумать достаточно сложно, ну, на самом деле, есть эта формула, это DCF, да, то есть в теории ты должен составить DCF, посмотреть, ну, для тех, кто не знает, discounted cash flow, так называемый, да, то есть дискотированный поток наличности, то есть посмотреть на выручку расхода компании, посмотреть на ее cash flow, и потом все это дисконтировать с сегодняшнего дня, это в теории. В реальности почти никогда это не происходит, но люди пытаются использовать какие-то метрики, которые помогают им вот эту сложность анализа упростить до, там, одного коэффициента, да. И, но при этом понятно, что у этого подхода есть существенное ограничение. Ну, например, вот ты привел пример, когда 50 раз AIRAR люди инвестировали, другой был бы пример, например, Facebook, да, когда DST проинвестировала в компанию по 10 миллиардов долларов оценки, а у компании выручки не было вообще, да. Понятно, что на тот момент все подумали, ой, какие дурачки, а оказалось, что совсем не дурачки, да. Поэтому, ну, вот эти вот коэффициенты, они, их применимость, она достаточно узкая, и всегда нужно понимать, можно ли там использовать какие-то коэффициенты или нет, потому что если это понятное предсказуемое, например, SaaS Business, там, с понятной скоростью роста, да, ты можешь такого рода коэффициенты использовать. Если это какая-то взрывная компания с огромными сетевыми эффектами, которые завоюют мир или уже там завоевал его, но пока даже вообще не занимается никак монетизацией, ну, там тебе не помогут никак мультипликаторы к выручке, да, и тебе нужно исходить с чего-то другого, например, там, проектировать на несколько лет, как этот бизнес может выглядеть, а потом все это дисконтировать к текущему дню, да. Что инвесторы, в том числе и мы, принимаем во внимание, когда решаем для себя, какая оценка для нас была бы приемлемая? Ну, размер бизнеса, там, это может означать выручку, это может означать количество пользователей, ну, так или иначе размер бизнеса, да, скорость его роста, маржинальность и защищаемость, ну, в том числе через сетевые эффекты, да, размер рынка, насколько она может стать большой, ну, и качество команды, да, то есть вот эти вещи, они, собственно, в том или ином виде мы используем их для анализа того, сколько мы готовы заплатить за ту или иную компанию. Да, я с тобой полностью согласен, и на самом деле интересно, что, что называется, чем дальше живешь, тем больше понимаешь, что некий консенсус существует. Согласись, что у нас у всех свои мнения, мы все яркие, интересные личности, но в итоге ты все равно, рынок тебя приводит все равно к чему-то, ты совершенно прав, что все равно рынок, я всем говорю, цену действительно определяет только рынок. Те же ребята, о которых я сейчас с улыбкой там сказал, там у них есть огромный блючип ребята, которые дали им довольно много миллионов вот по этой оценке. Для меня это фантастика, но что? Ну, рынок, несомненно, существует, и он определяет эти оценки, но у тебя есть, собственно, решение о том, участвовать или нет, да, то есть ты можешь поинвестировать или нет. Ты можешь, например, проинвестировать в Telegram, токен Telegram по оценке в несколько миллиардов долларов, да, когда там MVP даже не существует, и посмотреть, что получится. Да, да, слушай, я всем всегда рассказываю историю про то, что я мог в Pinterest войти по оценке 50, и у них был огромнейший burn rate. Абсолютно честно, Бен основатель говорил, что никакой бизнес-модели не будет. Моя бизнес-модель стать топ-10, он, кстати, не стал топ-10, но почти, топ-10 сайтом в мире, он, по-моему, 20 или 20 какой-то, но все равно огромный и потрясающий. Вот, и да, я почитывал что-то в 250, в 300 раз бы. Много заработали. Ну, у него продукт был, у него была аудитория, то есть это гораздо лучше, чем... Да. У него был, про сетевой эффект, у него рост был вот такой, просто вот такой. Да. Просто вот, ап, небеса. У него был дикий burn rate, и вот, кстати, вот этот кейс, недавно я разбирал там с цифрами в руках, не знаю, видел ты пост или нет, про гифи, да, то, что народ ходил и прям говорил, ой, гифи, там, даун раунд, там они на 200 миллионов меньше продались, чем был предыдущий раунд. Но то, как я прикинул по вот питчбуку, то, что на питчбуке есть данные по их... То есть они не секретные, раз это самим. Там есть, там нет супер детальных подробностей, но там написано, что с раунду ап у всех были 1x liquidation preference. Опять же, может, питчбук тоже ошибается, но вряд ли. Да, я видел этот анализ, и ты пришел к тому, что основателей не так много в результате получили, да? Да, ну и не так, чтобы очень мало. То есть, я так понимаю, плюс-минус около 100 миллионов долларов. С одной стороны, конечно, они могли там построить миллиардную компанию, с другой стороны, знаешь, как Либерачик говорил, laughing all the way to the bank. Несколько лет получали офигенное удовольствие, строили потрясающую, на мой взгляд, компанию, безумно выросшую, ужасно интересную, прикольную. Там сделали кучу людей и детей, взрослых счастливыми, заработали себе миллионы долларов. Инвесторы многие. Но ранее заработали, как я понял, раза в 4 примерно. Вот, так что. Да, ну, я с тобой полностью согласен по всему и по оценкам. Ты совершенно прав, действительно, там, как оценивать компанию WhatsApp, как оценивать компанию Instagram, когда она к тебе приходит. Кроме роста нет ничего. Но это все равно, наверное, это какой-то особый такой тип, и согласись, что не так много Instagram, Pinterest. Ну, я бы не сказал, что ничего нет, да? То есть, в принципе, ты можешь смотреть на engagement, retention, то есть на метрики именно того, как используют пользователи этот продукт. Ну, хотя, конечно, это очень рискованный подход, да? То есть ты в том числе зависишь от того, сможешь ли поднять финансирование на будущих раундах, да? И тебя вполне может поймать какая-то ситуация вот типа, там, пандемии, где ты действительно, там, сделал все, что ты хотел, у тебя есть рост, но просто финансирование на какой-то момент недоступно, да? То есть это стратегия не без риска, но если это действительно крупный бизнес потенциально, у которого, там, лояльная аудитория, защищенная сетевыми эффектами, это может быть очень-очень привлекательно. Вот тебе иллюстрация как раз насчет риска. У нас есть некоторые компании в портфеле, просто абсолютно блестящие ребята, но у которых сильный оффлайн пара компаний, сильный оффлайн компонент, и все, вот как бы все перло-перло-перло, а теперь опа, и просто ничего, потому что все сидят по домам, и ребята не виноваты. И возвращаясь к тому же Гифи, ну, очень странно, я несколько раз уже отвечал, как бы народ спрашивал, типа, «А ты уверен, что у них ликвидейшн преференс?» Да, в фейсбуке написано, что у них с раунда A, это очень странно, да, чтобы в долине, в раунде A, там, на сумме 2,4 миллиона долларов, у компании, у которой рост был ликвидейшн преференс у инвестора. Почему? Потому что дикориски, потому что понятно, что Берн огромный. Понятно. Ну, хорошо, мы с тобой, я думаю, и по этому вопросу тоже очень-очень близки по всему. Давай поговорим о теме, которая на самом деле для меня безумно дорогая, рост, скорость роста, дорогая в смысле не по деньгам, а dear, вот, дорогая моему сердцу, о скорости роста. Что ты считаешь, прости, что я тебя как бы там первым выставляю, но как бы это разговор с тобой, все-таки я тут второстепенен в разговоре. Что ты считаешь реалистичной или как бы приемлемой такой скоростью роста для стартапа? А что, ну, не хочется говорить неприемлемой, ну, невозбуждающей, типа, ну да, хорошо, ребят, молодцы, но как-то вот не к нам. Есть ли какие-то у тебя вот примерные такие рамки? Знаешь, ну, во-первых, давай сразу оговоримся, что мы ведем речь про стартап, у которого есть уже product-market-fit, да? Потому что если у него нет, то фокусируется на росте нерационально, да? Но если он есть, то я бы сформулировал этот акт. Что это максимальная скорость роста, при которой ты не делаешь ничего, что приносит ущерб твоему бренду, да? Ну, то есть ты не обижаешь потребителей, грубо говоря, или своих клиентов, да? То есть ты поддерживаешь качество услуг таким, чтобы твой бренд не испортился. Из этого, кстати, есть исключения, я сейчас отдельно скажу. И при этом ты не потеряешь команду, да? Потому что, ну, при определенной скорости роста ты можешь настолько нагрузить команду, что она просто от тебя уйдет, да? Есть одно из этого правила исключения, если это огромный рынок с сильными сетевыми эффектами, где first mover advantage очень сильный, да? Вот как раз в таком рынке иногда можно и нужно там даже обидеть чуть-чуть потребителей, да? Потому что когда ты все выиграл, уже становится неважно, кто там обиделся, кто не обиделся, да? Вот, то есть вот когда это land grab, это, грубо говоря, Facebook, да, то... Ну, и Facebook отличная иллюстрация этого, потому что, например, там, вспомним те же privacy policies, да, которые они просто особо не парились, все твои данные там отдавали всему миру, да? И очень много было вещей, которые, смотря на них сейчас, конечно, это просто издевательство потребителям, но они выиграли игру, и теперь это уже неважно, да? А те там 1% потребителей, которые их обидели, ну, идите там на Twitter, я не знаю. Да, да. Да, то есть это исключение, но обычно все-таки ты не должен так относиться к потребителям и своим пользователям, да? А, конечно, тут немножко глупо какую-то конкретную цифру называть, но я тем не менее назову, да? Я бы сказал так, что вот если там в среднем бизнесе компания растет 10% в месяц, а это примерно соответствует там 3 раза в год, да, то на раннем, вот на раннем этапе это, наверное, там минимальная скорость, которую хотелось бы увидеть, да, естественно, больше и лучше. Вот такие, наверное, соображения. Слушай, спасибо, очень хорошее соображение, ну, давай как бы сверим часы, я, спасибо тебе, как раз нет, я думаю, не глупо, а очень здорово, что ты конкретику сказал, потому что мы с тобой в такой вот индустрии, что все болтологически готовы что-то такое говорить, а конкретной цифры нет. Вот мне, мое такое ощущение, что, оговорюсь, что мы инвестируем в компании с Ревенюс, вот для компании с Ревенюс, для компании, у которых есть бизнес-модели, бизнес и продажи, то есть вот мой такой, мой сегмент, на том уровне, на котором мы смотрим, то есть где-то там миллион долларов в год, ARR, ARR это Annualized Revenue Rate, значит, ну, можно и по MRR, monthly, вот, значит, мы примерно, нам хотелось бы, чтобы в районе миллиона где-то примерно в два раза компания насла, если она растет больше, чем в два раза, молодцы, если она растет в три раза, то, блин, VC будет возбужден и прям будет, прям очень внимательно будет слышать и смотреть, а там в четыре и так далее, прям это просто, это классно, это очень здорово. Но дальше весь опыт показывает, там, не только те компании, которые у нас, мы же очень много, и ты, и мы смотрим много компаний, в которые потом не входим, что тенденция, как правило, такая, что когда ребята, как бы, вот, то, что называется эффект низкой базы, когда ты начинаешь, там, у тебя 10 тысяч долларов MRR, конечно, не то чтобы легко, ну, не супер unheard of, что у тебя через год это будет, там, 50 тысяч ARR, ты в пять раз вырос, ну, это очень низкая база. И там очень много подключается таких моментов, что кого-то ты знаешь, у тебя там какой-то близкий круг друзей, которым ты можешь продать, у тебя там с прошлой работы что-то осталось, там, географический какой-то эффект близости и так далее. Но дальше существуют вот такие вот границы, на которые, когда ты выходишь, и когда ты нанимаешь все больше сотрудников, и когда ты натыкаешься на то, что твои старые, в кавычках, тактики и стратегии приобретения клиентов, приобретения платящих пользователей становятся дороже, независимо от тебя, перестают работать, канал истощается, в канале все становится хуже, ты пытаешься, новый канал на тебя не работает, пытаешься, новую географию не работает. То есть, в компании очень многие, когда ты видишь вот эти вот, да, ты их видишь, наверное, поскольку ты сетевой эффект для тебя очень важен, ты, наверное, их видишь еще больше, вот эти вот графики, вот, типа, вот, через пять лет Facebook. И мне всегда хочется сказать, ребят, вообще неинтересно, что через пять лет, вот давайте 3-6 месяцев, вот давайте разбирать цифрами. И, да, возвращаясь к конкретике, мне кажется, что вот на раннем этапе, если люди смогли построить бизнес, приносящий ревенюс, и он у вас растет в районе, там, в два раза в год, ну, хотя бы с базы, там, 50-70-80 тысяч в месяц, блин, вы молодцы, очень классно стоит говорить, если он растет в три, вы дикие молодцы, если он растет на 30% в год, тоже ничего плохого, просто вот для нас конкретно неинтересно, это не значит, что какие-то плохие, может, вы в будущем будете расти, ну, вот, такое ощущение, а на более поздних, наверное, можно быть немножко более линьенс, там, там, уже и 70-60% рост, там, на базе, скажем, там, с 12-15, с 20 миллионов ARR, вырасти до, там, в полтора раза, окей, ну, как бы, тоже не мега что-то крутое, но интересно. Не, ну, просто когда ты уже заходишь в территорию, там, 30-50%, и ты начинаешь еще учитывать долюшин, который ты получишь на следующих раунд, там экономика начинает выглядеть неинтересно, потому что ты на 30% вырос, 30% задолюшился, и в результате ты ничего не зарабатывал, вот, поэтому... Не говоря уже о том, что, и ты, и я отлично знаем, что рост ревеню совершенно не обязательно кратен росту оценки, ты можешь и в 2-3 раза вырасти, а оценка на 50% вырасти, поэтому вот эти все расчеты, мы растем в 10 раз, и оценка в 10 раз, да нет, ребят, я видел кучу компаний, которые в 10 раз выросли, а оценка, там, в 2-3, вот. Ну, супер, мы тоже по этой теме не сильно обрадовали наших зрителей разнообразием наших оценок, мы тоже полностью, я думаю, согласны. Давай подойдем к теме, которая, с одной стороны, очень большой твой фокус, с другой стороны, как ни странно, и у меня много чего есть по ней сказать, вот сетевые эффекты, сетевые эффекты для стартапов. Для вас это вообще прям вот мега-фокус, и, ну, не хочется там громкие слова говорить, что вот Дмитрий, он гуру, и приходите к нему совсем, но поскольку ты очень серьезно этим занимался и как предприниматель, и занимаешься этим как инвестор, то было бы ужасно интересно тебя послушать о сетевом. Да, это, на самом деле, очень интересный феномен, который, с моей точки зрения, незаслуженно, недостаточно получает внимание от предпринимателей и инвесторов, ну, прежде всего, от предпринимателей, да, инвесторы получше его понимают, а предприниматели очень часто либо вообще не понимают, что это такое, либо путают его с виральными эффектами, что, естественно, совсем разные вещи, да. Поэтому, я думаю, есть польза в том, чтобы поговорить об этом более подробно. Давайте начнем с определений. То есть, определение сетевого эффекта, то определение, которое используем мы и большинство игроков рынка, это когда мы говорим, что в бизнесе есть сетевой эффект, если ценность сервиса для каждого пользователя увеличивается при увеличении количества пользователей, да. То есть, чем больше пользователей, тем для каждого из них сервис становится ценнее. Ну, возьмем совершенно очевидный простой пример – Facebook, да. То есть, если мы с тобой единственные пользователи Facebook, то мы можем какую-то ценность из него извлечь, но она будет небольшая. Если там еще 2 миллиарда человек, наша ценность для нас, этого сервиса, увеличилась драматически, да. И оказывается, оказывается, что на самом деле, особенно в технологическом секторе, компании с сетевыми эффектами, во-первых, являются очень распространенными, а во-вторых, они оказываются самыми ценными, да. То есть, вот те исследования, которые делали мы и еще ряд инвесторов по сетевым эффектам, показывают, что компании с сетевыми эффектами в технологическом секторе генерируют примерно 70% капитализации. Ну и так вот, если посмотреть на это с точки зрения анекдотичной, да, то крупнейшие технологические компании США, ну, Facebook, Google, Apple – это все компании с сильными сетевыми эффектами, да. Может быть, не во всем их бизнесе, но в существенной части, а в некоторых случаях, как Facebook, во всем бизнесе, да. И почему это так? Почему? Потому что сетевой эффект, он на самом деле создает барьеры для входа, для конкурентов, да. Потому что, ну вот представьте себе, просто по определению, если ты Facebook и у тебя больше всего пользователей, то ты сможешь дать своим пользователям гораздо больше ценности, чем игрок номер 2, 3 и так далее, да. И вот за счет вот этого разрыва в ценности, которые ты доставляешь, собственно, и в этом лежит и защищаемость, да. Потому что у игрока номер 2 жизнь очень сложная, да. Потому что как бы он ни старался, он не может на самом деле предоставить сравнивый уровень сервиса, да. И исходя из этого, и вот учитывая, сколько ценностей создается такого рода компаниями, выводы какие? И для инвесторов, естественно, вывод то, что нужно особо обращать внимание на компании с сетевыми эффектами, потому что они очень хорошо защищаемы. А, соответственно, из этой защищаемости вытекает высокая маржинальность. Из высокой маржинальности вытекает высокая прибыльность. А из высокой прибыльности, естественно, вытекает высокая капитализация. И, соответственно, ценность твоих акций, она будет гораздо выше, да. Это что касается взгляда инвестора. Но есть еще второй взгляд, это взгляд предпринимателя. И как предприниматель, я считаю, что предприниматели должны очень сильно обращать внимание на сетевые эффекты. Ну, во-первых, когда они решают, какой бизнес запустить, и если у них есть выбор с сетевыми эффектами или без, я бы аргументировал, что, конечно, нужно запускать бизнес, у которого есть сетевые эффекты, потому что если ты добился успеха, то у тебя приз будет гораздо больше. Ну, и кроме этого, еще на самом деле часто можно и создавать эти эффекты в своем бизнесе. Ну, вот такой классический пример — это App Store Apple. То есть, когда Apple запустил iPhone, первая версия iPhone, те, кто достаточно стары, чтобы это помнить, в нем на самом деле не было App Store. В нем просто были приложения Apple, которые ты мог использовать. Внешних приложений третьих сторон просто не существовало. Достаточно скоро Apple запустила App Store. App Store, по сути, marketplace. То есть, это marketplace, у которого, с одной стороны, разработчики, с другой стороны, пользователи. И, естественно, как и у любого marketplace, у него есть сильные сетевые эффекты. Почему? Потому что для пользователей, чем больше приложений, тем более ценной является эта платформа. И точно так же для разработчиков. Чем больше пользователей, тем более ценным является для них этот App Store. И вот это вот как раз пример, когда компания создала некий новый сетевой эффект в своем бизнесе. И сейчас, если вы посмотрите на App Store, сколько он генерирует выручки, ну, там, это существенная часть общей выручки, капитализации всего бизнеса Apple. Вот. Соответственно, вот это, наверное, небольшое вступление и определение сетевых эффектов. Да, это очень крутая тема. И, действительно, ты прав. Довольно немногие про нее думают. И, действительно, многие путают с фиральностью. В плане сетевого эффекта ужасно интересно, что, когда решается вот эта проблема пустой комнаты, вот что у тебя есть, как бы, вот ты создал, как бы, платформу, на которой можно что-то делать. Ты приходишь, а там нет никого. То есть, вот, вот, что с ним быть. Я когда-то на большой конференции по дейтингу выступал на тему виральности, преподавал тогда в Беркли виральность. И я как раз говорил, что это бессмысленно запускать кого-то. Там, кстати, люди не только были из дейтинга. Бессмысленно запускать кого-то в пустую комнату в ожидании того, что она сама собой как-то наполнится. И всегда нужно стараться найти вот эти ранние хаки, которые бы решили проблему этой пустой комнаты. То есть, если вы создаете маркетплейс, этот маркетплейс пуст, то первый пришедший туда человек будет первым ушедшим туда человеком. Потому что там просто никого нет. Поэтому из вот хаков, которые, ну, я как бы понимаю, конечно, самое главное, это когда ты пытаешься работать с кем-то. С каким-то существующим уже маркетплейсом. Ты какое-то делаешь энейблинг. Вот если посмотреть на историю Salesforce, например, они очень-очень умно входили на очень-очень раннем этапе. Кстати, несколько офигенских есть книг. Всем ужасно советую про Salesforce. Настолько поучительные, как они начинали. И они входили в совершенно такие сегменты, типа там, я не знаю, продажа железобетонных каких-то там конструкций. Ну и я сейчас преувеличиваю. Там, где люди что-то такое делают, они говорят, ребят, вот вы уже это продаете, а давайте мы не будем свое создавать. Давайте мы будем энейблерами вашими. Таким образом, они не пустую комнату какую-то создают и потом начинают закупать рекламу. Туда приходят люди, никого не находят. А вот весь маркетплейс, он есть, а они приходят и просто делают энейблинг. Делают так, чтобы этому маркетплейсу было проще. Ну вот просто как-как. Ну ужасно интересная тема. Слушай, а как вот с виральностью она состыковывается? Ты правильно сказал, что это разные вещи? Да, да. Вот это важный вопрос. Спасибо, что я его задал. На самом деле это, как он вроде, связанные две концепции, да, и в бизнесе может быть и то, и другое. Может одно быть, другого не быть, да. А что такое виральность? Виральность — это когда ты приобретаешь тем или иным способом одного пользователя, а он тебе еще приводит какое-то количество пользователей, да. И вот сколько он приводит тебе пользователей дополнительно, это, как говорится, и есть виральный коэффициент, да. Чем он выше, тем лучше. Потому что, по сути, там, если предположить, что за первого пользователя ты платишь, да, скорее всего, ты так или иначе за него платишь, да, может быть, не в прямую, а каким-то образом, да, то вот эти дополнительные пользователи, они достаются тебе бесплатно. И, соответственно, у тебя снижается стоимость приобретения каждого пользователя, да. Ну и, может быть, даже не менее важно, ты просто быстрее растешь, да, можешь очень быстро расти. То есть компании, у которых есть высокий виральный коэффициент, они фактически, ну, имеют возможность почти не тратить деньги на маркетинг, да, что прекрасно. Но надо сразу же оговориться, что виральность, она про рост, она про то, как ты можешь быстро получить много пользователей. Сетевой эффект, он интересен нам не в контексте получения большого количества пользователей, а в контексте защиты своей позиции, когда ты этих пользователей уже получил, да, и вот это вот защищаемость и барьеры для входа. То есть виральный эффект про рост, сетевой эффект про защиту бизнеса, когда ты уже стал, ну, надеюсь, там, номером один, ну, или, по крайней мере, одним из лидеров. А вообще говоря, нужно быть номером один, потому что номер один, он, как правило, в бизнесах с сетевыми эффектами получает 70-80% капитализации, если не больше, да, а все остальные делят то, что осталось. Поэтому здесь премия за лидерство, она обычно очень большая. — Слушай, а вот просто вопрос офигенно крутой, может, по нему стоит когда-нибудь нам вообще с тобой отдельно сделать разговор. Вот для меня одна из тем, мы очень любим как инвесторы маркетплейсы. Вот нам кажется, что люди, создавшие маркетплейс, ну, вот там, Bolt, например, вот они создали маркетплейс, ну, понятно, что там, Uber считается, что первый это придумал, вот, и как бы и все. И вот действительно, все, сетевой эффект, вот у тебя там достаточное количество водителей, достаточное количество людей, у которых эти приложения установлены, там, скажем, в Лондоне, они достаточно привыкли, что вот есть эта кнопка, они на нее нажимают, сразу же 30 машин недалеко, как бы водителям тоже удобно и понятно, в общем, вот оно все есть, и да, и теперь как бы для нового энтрента, ну, как бы можно, но столько денег, так тяжело, настолько все привыкли. Ну, вот скажи, а если перевернуть вопрос в обратную сторону, есть такие рынки, которые очень много лет пытаются штурмовать, ну, например, венчурный, да, вот, и кому-то удается, ну, вот Ангеллист появился неоткуда, и количество транзакций, в том числе, там, раунда А на нем, оно колоссальное, там, кто-то делал исследование, и там, они в первой десятке по сумме, по сумме, по раунду А, там, по сравнению, там, со всеми, там, любыми, там, какими-нибудь активными венчурными инвесторами, хотя они делались не для раунда А, они делались для Ангельского, но есть какие-то рынки, которые себя безумно защищают, вот для меня, например, Голливуд такой рынок, вот, я не знаю, там, помнишь ли ты и другие слушатели, но любимейший мой эффект, и о нем ничего особо не написано, вот, может, можно как-нибудь написать это, когда Кевин Спейси и куча там народу к нему присоединилась, типа Омму Турман и так далее, просто супер имена, там, длиннющий список, сделали Триггер Стрит, по-моему, это был 99-й или 2000-й год, идея была офигенная, я очень люблю инди-фильмы, независимые фильмы, и это была платформа, еще там до всяких ютубов практически, вот, на которые ты приходил, аплоудил свое видео, ну, там, качество, конечно, не обязательно было высокое, там, куча народу еще сидела на медленных интернетах, вот, и это была, по сути, как бы, туда приходили продюсеры там и так далее, он вложил, по-моему, 10 миллионов, если я не ошибаюсь, своих денег, потом еще поднимал, еще поднимал, и оно все развалилось, не получилось, потому что вот есть продюсеры, есть каналы дистрибуции, есть кинотеатры, есть там всякие другие платформы, оно вот работает. Вот что ты думаешь, как человек, который очень много именно имел отношения и создавал, кстати, ты создавал маркетплейсы, ты инвестировал, инвестируешь в них, что ты думаешь, почему есть какие-то вот маркетплейсы, которые неприступны, есть ли шанс штурмовать их? Слушай, я считаю, что мы, на самом деле, только в начале, как бы, завоевания маркетплейсами мира, да, и даже в потребительском сегменте, ну, вот, можешь просто подумать, там, какой процент услуг, давай про услуги поговорим, да, ты получаешь через маркетплейсы сегодня, ну, ты, может быть, там, не знаю, ну, сколько ты думаешь? 10, может быть, небольшой, мне кажется. Вот, соответственно, а средний человек, наверное, еще меньше, да? В принципе, ну, я думаю, практически в любой отрасли есть потенциал для того, чтобы создать там какой-то маркетплейс, потому что маркетплейсы, они улучшают жизнь, как правило, всем, они создают ликвидность, прозрачность, и, ну, вот, собственно, Uber тоже маркетплейс на самом деле. Но всем, прости, если можно тебя перебить, всем, кроме такой определенной прослойки неких, назовем их так, брокеров, которые выгодоприобретатели того, что он неэффективен. Да, 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 да. То есть вот оффлайновые посредники, они, несомненно, десинтермедиируются в этом, да? И часто, кстати, вот такие посредники имеют некую рыночную власть, имеют там какую-то защищенную позицию и так далее. И на самом деле ключевой фактор здесь – это регулирование, да? То есть если вот ты посмотришь на отрасли и сделаешь корреляцию между тем, какой процент маркетплейсов оборот обслуживает, да, и насколько зарегулирована отрасль, то будет там совершенно четкая зависимость, да? Ну и примеры, наверное, самые очевидные – это медицинский сектор, да, который очень сильно зарегулирован, и финансовый сектор, который очень сильно зарегулирован, да? В финансовом секторе, да, там создаются какие-то финтек-стартапы, но очень мало из них добиваются действительно там большого результата, да? То есть большая часть из них рано или поздно приобретается крупными финансовыми компаниями, уже существующими на рынке, да? Почему это так? Ну, потому что там уже много-много лет никто не может получить новую банковскую лицензию в США, да? То есть если ты финтек-стартап, тебе нужно обязательно присоединяться к какому-то банку с существующей лицензией и использовать ее, что тебя ставит в очень сильную зависимость, да? И это лишь один из выражений вот этого излишнего зарегулирования, да? Что касается конкретно Голливуда, то там еще накладывается момент, что, во-первых, это очень личный бизнес, да? То есть все эти люди, они друг друга знают, и там есть очень много личных отношений, которые, ну, сложно как-то отключить из этого, да? То есть это очень персональный бизнес. Ну, естественно, там есть набор посредников, про которых мы говорим. Ну, в данном случае это там talent agencies, прежде всего, да? Которые имеют огромное влияние на этот рынок, которые, по сути, за последние там нескольких десятилетий написали правила игры на этом рынке и которые совершенно не хотят... ...когда ты говорил, например, про банковские лицензии. Вот мое такое предсказание, не знаю, что ты думаешь на эту тему, что может быть то, что в будущем, а я с тобой согласен полностью, то, что в будущем наконец-то маркетплейсы начнут, такие вот digital marketplaces начнут приходить и заменять собой, может быть кто-то из incumbents, из тех, кто большие... О, мы с тобой об этом хотели. Давай, 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 давай. Да, смотри, очевидный пример такой, то, что, ну, вот сейчас пандемия, да, не работают кинотеатры, и в принципе, ну, правильно было бы выпускать в цифровом режиме, да, эти фильмы, и сразу же выпускать их на цифровых платформах. Но есть такое огромное сопротивление рынка, что и на самом деле кинотеатры там, грубо говоря, ставят ультиматумы производителям и реально не дают им выпустить фильмы на цифровых площадках, отчего на самом деле может быть даже больше продюсеры больше бы и возрабатывали, да, но есть вот другой игрок, который давно сидит в этом бизнесе, реально это не позволяет сделать, да, и, то есть, скажем так, попытки реформировать так или иначе интертеймент-сектор и сектор кино и телевидения, они происходят очень медленно, потому что там очень много есть сил существующих игроков, которые сопротивляются этим изменениям. Да, я с тобой согласен, это вот как раз переход к тому, что я начал говорить. Я несколько лет назад статью написал о том, что Goldman Sachs прям просто, просто, собственно, статья была такая хронология того, как Goldman Sachs скупал за миллионы и десятки миллионов долларов патенты и людей из блокчейна. И я уверен абсолютно, что там неважно, что там, как говорили, там прошедшие где-то полтора года была такая зима крипты, зима блокчейна и так далее, там была куча спекулянтских, жутких, спекулянтских, в плохом смысле, хитрого разгона, хитрого навара и хитрого ухода ICO. Но я абсолютно уверен, что вот все эти деньги, которые Goldman Sachs в это дело вложил, они не пропадут, они спокойно себе строят, не спеша, там может они уже, там мой прогноз, что пару сотен миллионов они уже построили, они спокойно, не спеша строят нормально, где-то вот там тихонечко свою полностью абсолютно там лицензированную, ну пока не лицензированную, но которая в будущем будет лицензирована систему для того, чтобы транзакции с одной стороны были легкими и простыми, для того, чтобы с другой стороны был все равно кто-то, то есть Goldman Sachs, который бы как бы все это фасилитировал, я не знаю, русское ли это слово, фасилитировал, вот, и который бы как бы был действительно таким классным, вот, не знаю русского слова, энейблером, тем, тем, кто это создает, тем, кто это позволяет, и который мог бы разрешать какие-то конфликты, который мог бы вот построить такую систему, я абсолютно уверен, что в ближайшие несколько лет вдруг будет что-то, и мы вдруг узнаем, что великий Goldman Sachs последние 10 лет строил офигенную систему, и вот она будет работать, попомните мое слово, и это будет крутой маркетинг. Ну да, это еще один пример того, что чем больше регулирования, тем больше шансов у существующих компаний и хуже ситуацию в стартапах. Да, да, кстати, да. Ну и многие, ты знаешь, они там понанимали людей, там, на зарплаты 2-3 миллиона долларов в год, которые просто вот гуру такие, там, Ethereum, например, там, пара очень крутых людей, и я думаю, они не просто там штаны протирают, где-то на парке в Немерке. Вот, ну хорошо, супер. Это для нас хороший переход к следующей паре вопросов оставшихся. Давай обсудим, какие стартапы сейчас вот привлекают наше внимание, вообще внимание инвесторов. Вот что, ты, кажется, какой стартап вот для тебя вкусный? Какой вот, что прям вот, и звонишь, и говоришь, блин, чувак сейчас таких встретил, вау. Слушай, ну я скажу, что я вижу на рынке сам, там, я уверен, у тебя будет что добавить. Ну, я бы сказал так, что есть, наверное, две категории стартапов, на которые сейчас активно смотрят инвесторы. Первая категория, которая, это компании, которые выигрывают от пандемии, на самом деле, да, и по тем или иным причинам это способствует росту, пандемия способствует росту бизнеса, да. А вторая категория, это может быть наоборот обратная, да, это компании, которые сейчас оказались в очень сложном положении из-за пандемии, но при этом есть понимание, что когда пандемия закончится, их бизнес восстановится, да. Хорошим примером, например, был бы travel, да, потому что понятно, что у других travel-компаний выручка упала на 95%, да. При этом некоторые из них фундаментально привлекательные бизнесы, и через год, через два у них бизнес восстановится, да, и инвесторы вот хотят на привлекательных условиях в такие бизнесы входить, да. Если вернуться к первой категории, то здесь, ну вот, там, если говорить о нашем портфеле, да, и то, что мы делаем, ну вот хороший пример компании из первой категории, это Иви, потому что сегодня, когда людям, у людей необходимо сидеть дома, совершенно естественная вещь, это смотреть больше видео, больше фильмов, сериалов, и мы видим прямо сейчас, как у компании Иви резко растет количество платных пользователей, количество выручка, и прямо этот бизнес выиграет от текущей ситуации, да. Мы сейчас в процессе вот закрываем одну сделку, которая, я бы сказал, находится в категории remote work, да, то есть удаленная работа, которая позволяет, там, определенному классу сотрудников находить, находить работу и работать удаленно, да. Это вот пример того, что, на самом деле, если так подумать, вот те изменения, которые сейчас происходят, да, то есть нас всех засунули в некий такой банку для опытов, да, и заставили работать совсем по-другому, потому что в нормальной ситуации мы бы с тобой сели рядом на диване и сделали этот разговор, а сейчас мы вот, ну, не то что вынуждены, но реальность в том, что все беседы и переговоры, они происходят вот так вот через Zoom, да, и мы с тобой, может быть, не самые лучшие примеры, потому что мы, в общем, мы до этого Zoom пользовались, но есть еще 90% людей, которые раньше не использовали его, не использовали его, там, достаточно часто, да, и вот всех из них заставили научиться и использовать вот эти вот средства для удаленной работы, да, но эти же навыки, они не уйдут никуда, да, то есть они с людьми останутся. И мало того, сейчас мы уже видим, что ряд компаний, например, Twitter сказал, что все, мы все работаем удаленно, да, это может быть экстремальный пример, но на самом деле я думаю, что будет очень большой класс компаний, которые существенную часть своих сотрудников оставят на удаленной работе, может быть, не всех, то есть останется какой-то ядровый маленький офис, но при этом все остальные будут работать удаленно. Ну, это на самом деле имеет огромный смысл, потому что ты не тратишь время на то, чтобы два часа стоять в каком-то трафике, ты можешь гораздо больше успеть на самом деле, меньше риски там чем-то заразиться, ну, то есть целый ряд есть причин, почему это более удобно, да. Раньше люди об этом не задумывались, а сейчас вот жизнь заставила, да. И, несомненно, это что означает в том числе? Что большинство работы станет удаленной работой, да, и, соответственно, целый класс стартапов, я думаю, который будет успешен, который будет помогать компаниям и людям, ну, так или иначе, фасилитировать вот такую удаленную работу. Другой пример тоже из этой категории. У нас есть одна компания Визи, называется она Визи. Она строит, ну, можно назвать это, это виртуальный офис, или по-другому можно это объяснить, как слэк с видео и аудио, да, которым есть там набор комнат, где ты можешь, собственно, общаться с членами своей компании. Это для удаленных команд. То есть ты, например, там подразделение Microsoft, ну, Microsoft навряд ли будет использовать, взять в работу или так, ну, то есть неважно, да, и ты просто свою команду, которая работает на конкретном проектах, даешь им вот такой вот, и вот эта компания еще один пример того, как сейчас стали востребованными эти услуги, потому что у них там огромный сейчас weight piece на онбординг, на такой продукт. И вот это вот, мне кажется, большой, ну, назовем это remote work, collaboration tools, да, то есть большая категория, которая, несомненно, не только сейчас в моменте востребована, а на самом деле будет гораздо сильнее востребована в следующие несколько лет из-за того, что произошло вот в этой пандемии. Класс, да, да, я с тобой, нам ужасно с тобой разговаривать, потому что я согласен, и у нас не получается в бурной дискуссии. Я с тобой полностью согласен, я бы к этому добавил еще, что вот мы начинаем смотреть на некоторые сегменты, на которые раньше просто вот, ну, даже вообще нон-стартер было бы, что вот они пришли. Например, стали смотреть на, мы ничего в этом не понимаем, но стали посматривать на какие-то медицинские вещи, не научные, не то, что вот там вот мы что-то такое, а конкретно прикладные. Стали смотреть на роботов. Мне, например, дико понравилась компания, просто жутко понравилась компания, которая сделала робота-мойщика корпоративных туалетов. Но как бы, с другой стороны, черт его знает, может, люди больше и в офисы приходить не будут, может, и мойщик не нужен, но просто вот добавить к тому, что ты сказал, мне кажется, время роботов, вот просто, причем роботов не только вот этих вот таких вот из фильма iRobot, которые там ходят на ногах, имеют подобие головы, а роботов вообще вот автоматизации всего, что происходит. Мне кажется, на там нашей с тобой старости лет, там, не знаю, когда она наступит, но мне кажется, на нашей с тобой старости лет количество роботов в нашей жизни будет совершенно колоссальное. Вот эти маленькие, кругленькие существа, которые пылесосят, это просто будет казаться, как там вообще ерунда. То есть, вот, мне кажется, там, выгул собак, мойка окон, там, разнос блюд в ресторане, принятие, там, машины, которые будут абсолютно драйверлесс и так далее. И, не знаю, мое ожидание, что вот мы просто вот всего несколько лет до того, как вот это попрет, и мое ощущение, что сдерживать будет больше регулятор. Ну, не что иное, а именно регулятор, потому что регулятор будет в ужасе больше всего от безработицы, ну, потому что она будет колоссальная еще на нашей с тобой жизни. А во вторую очередь, конечно, они будут говорить, ой, сейфти, 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 хотя в моем понимании, ну, абсолютно же понятно, что драйвер ваш скажет, там, неважно, что они там собьют собачку, ну, то есть, это ужасно, что они собьют собачку, и там, не дай бог, ну, конечно, и человека, но статистически, конечно, меньше будет смертей. Знаешь, я думаю, что я в целом соглашусь с собой про то, что действительно роботы гораздо будут большую роль играть в обществе через 5-10 лет. Единственное, что я, может быть, оговорюсь, что конкретно для стартапов это не так просто, потому что, ну, это очень большой капекс, и ты, на самом деле, капекс-то это еще полбеды, а вторая проблема, то, что тебе очень сложно интервировать, да, то есть, менять продукт. То есть, если ты в софте, ты поменял пару-трочек, две строки в коде, и у тебя по-другому совсем работает твой продукт, то здесь тебе нужно заново произвести, причем какой-то там минимальной партии, все это, и, ну, это как бы сложно, потому что это требует очень больших инвестиций. — Абсолютно однозначно, и плюс все вот эти проблемы, которые бывают у софтверных стартапов, их можно множить на очень серьезный коэффициент, это проблемы просто по определению хардверных. Все, кто, там, я вот акционер в PetCube, например, они офигенные, это не то, что там это проблемный стартап, но, блин, насколько тяжело там создать это устройство в Китае и там в других частях Азии, собрать, привести его, договориться, это, блин, так тяжело, софтом, хопа, и все. — Ну, как говорится, hardware is hard. — Hardware is hard, да. Но, слушай, я одну вещь единственную скажу, что вот мы, когда 20 лет назад писали фотки, нам приходилось просто делать все, причем даже и в железном. У нас огромный был там сторидж, просто миллионы людей хранили свои фотографии, можно себе представить, сколько это все занимает. Не было еще никакого ни Амазона S3, ни там кучи всяких других вещей. Все это писалось, все это сидели люди, там писали, продумывали, мы придумывали свою файловую систему даже, просто вообще сейчас смешно это выглядит все. И черт его знает, может быть, с робототехникой кто-то скоро будет вот таким вот Амазоном-енейблером, который просто будет создавать очень удобные конструкторы, массово причем, и стартаперам не придется, так же, как сейчас Амазон просто, Амазон S3 просто вот снял вообще эту проблему создание своей серверной фермы, там написание всех вот этих вот, прописывание всех этих там load balancing, fault tolerance, там security и так далее, и так далее. Вся эта фигня, все, снято, просто вот тебе S3. Ну, черт его знает, я, может, это близко. Мы с тобой час целый говорим, но давай закончим такими двумя, мне кажется, взаимосвязанными вопросами, как пандемия происходящая сейчас влияет на венчурный рынок, и, может быть, давай сразу же к этому прилепим, а что будет после, вот как ты думаешь, вот что, ну, мы просто многое уже как бы сказали, как она влияет, а вот как ты думаешь, вот она влияет сейчас, а что, и ты, в принципе, и сказал немножко, что будет после, ну, вот, может, вернемся? Да, конечно. Ну, во-первых, естественно, Силиконовая долина, Кремниевая долина сейчас в карантине, собственно, как и остальная Америка и остальной мир, хорошая новость, то, что уменьшаются новые кейсы, и, похоже, скоро нас выпадут из карантина. Технологические компании при этом работают удаленно, для них это, в общем, не сильное изменение, многие из них и до этого работали удаленно, поэтому бизнес не останавливается. Если говорить конкретно о венчурном рынке, то, несомненно, скорость и количество новых инвестиций замедлилось, потому что первое время венчурные инвесторы фокусируются на своем портфеле в существующих компаниях, потому что в многих из этих компаний нужно какие-то делать изменения, либо, например, увольнять сотрудников, получать льготные программы по льготному программному финансированию, дополнительное финансирование, делать какие-то изменения в стратегии. То есть вот когда коронавирус стал реальностью, многие венчурные инвесторы начали очень активно работать с портфелями компаниями для того, чтобы эти изменения произвести. Но при этом продолжают делаться новые инвестиции, как и в существующей портфельной компании, так и в новые компании. И часто даже в новые компании делаются инвестиции через Zoom. То есть такие примеры уже есть. В частности, мы сейчас почти сделали одну инвестицию через Zoom. Надеюсь, ее закроем в ближайшие несколько дней. Поэтому процесс идет, процесс не приостановился. Оценки падают. Иногда даже уже существующие термшиты, люди передоговариваются. Есть за некоторыми исключениями. То есть есть несколько очень модных компаний, которые начали быстро расти. По ним оценки могут не падать, а даже увеличиваться. Но если говорить про рынок в целом, то мы видим снижение оценок, что, наверное, логично, учитывая тот, собственно, рынок, который сегодня есть, и большую неопределенность, связанную с тем, как быстро экономика восстановится. Потому что вот это вот никто на самом деле не знает до конца, как это произойдет, насколько быстро. Наверное, в Америке это произойдет быстрее, просто за счет того, что очень большая есть фискальная и монетарная поддержка рынка. Уже 2 триллиона долларов было анонсировано и частично уже даже было передано людям и стартапам, и более взрослым компаниям. Сейчас Конгресс обсуждает еще дополнительный набор мер на 3 триллиона. То есть, в конце концов, это может оказаться 5-триллионным пакетом поддержки. Естественно, этого не было никогда, то есть это абсолютно беспрецедентно. Плюс к этому добавляется поддержка Федеральным резервам с точки зрения монетарной политики. И рынок, на самом деле, запитан большим количеством нового кэша, который помогает экономике не умереть. Поэтому есть шанс, что она восстанавливается будет достаточно быстро, но посмотрим. Соответственно, если говорить о том, как бизнес и жизнь наша будет выглядеть после пандемии, мы частично этот вопрос уже дотронули. То есть, самое главное, что нужно понять, это то, что нас всех заставили цифровизироваться очень быстро. То есть, за несколько месяцев весь мир перешел на новые технологии, которые, если бы не было пандемии, могло занять у нас несколько лет. И вот это, на самом деле, критично понять, потому что это, в том числе, означает, что как только восстановится потребительский спрос, количество пользователей в этих сервисах, оно будет гораздо больше. То есть, другими словами, в каком-то роде это ускорило прогресс технологических компаний. И это, в том числе, видно по котировкам различных компаний публичных. Потому что, если вы посмотрите и посмотрите на индекс технологических компаний, сравните его с обычными компаниями, то есть совершенно четкое разделение. То есть, технологические компании очень быстро растут, остальные компании стагнируют. И этому объяснению именно то, что мы сейчас обсуждали. То есть, это ускоренная цифровизация бизнеса и общества. И некоторые сектора из оффлайновых, возможно, вообще не выживут. Или выживут в гораздо меньшем размере. Но там кинотеатры, хороший пример. Я, например, уже, наверное, лет 5 не хожу в кинотеатры, потому что я не понимаю, что там делать. Там очень много людей, они тебе надоедают, ты можешь дома сесть и спокойно это посмотреть. Я думаю, что таких людей, как я, станет больше со временем. Или другой хороший пример – это офисная недвижимость. Если мы говорим про мир, в котором все вот эти вот компании, которые научились только что работать удаленно, ибо вообще не будут использовать офис, либо будут использовать его для 10% сотрудников, ну, что это означает? Это означает, что вот эта вот офисная недвижимость, она будет там на 80% свободна. Мы, кстати, это сейчас уже видим. Я слышал, что в Сан-Франциско скидки по 20% на офисную недвижимость, что неслыханно на самом деле. И это будет только продолжаться. Только вверх годом. Да, и вот тот, кто поймет, как, например, эту офисную недвижимость эффективно использовать сейчас в новом вот этом контексте, возможно, там точно есть какой-то бизнес. Вот кто-то на этом, очевидно, построит бизнес. Дальше – огромная безработица. То есть сейчас в Америке 36 миллионов безработных, а возможно будет больше, их кто-то куда-то должен нанять, да? То есть точно вокруг этого есть бизнес, да? Вот мы там в один из таких бизнесов сейчас инвестируем, да? Тоже для кого-то там есть возможность. И в целом потребительские привычки очень сильно поменяются, но это уже очевидно, да? И вот в этом новом мире те, кто сможет быстрее других понять, в чем эти изменения, и так иначе их использовать, несомненно, есть бизнес-возможность. Полностью с тобой согласен. И я единственное, что к этому добавлю, что очень долгое время такое как бы общим пониманием, что ли, было, что вот есть стабильный бизнес, там, нефть, газ, недвижимость. А сейчас мы попали в такое время, удивительное, еще как бы до коронавируса, что вдруг нефть и газ уже не сильно стабильны, что вдруг недвижимость уже не сильно стабильна. И как ты правильно сказал, целые сегменты экономики, они, ну, как бы в той или иной степени они вернутся, но они вернутся уже не теми. И я думаю, что недвижимость, безусловно, одно из них, ритейл, я вообще просто, мне даже страшно начать разговор. Вот, наверное, нужно сделать созвон и пригласить там крутых всяких ребят из ритейла. Мне даже страшно подумать, что с ритейлом вообще теперь будет. То есть, да, там, еду люди будут продолжать, конечно, там, привычно, удобно, ты этот помидорчик выбрал именно сам, эту виноградинку, вот такую хочешь, окей, это как бы привычка. Но, блин, ну, вот, ну, что с этими всеми Ньюман-Маркусами будет, я не понимаю. Ну, многие из них просто банкротят. Ну, это же просто поголовно, они вот полчаса, они все, просто все поголовно входят в банкротство. А что дальше? Ужасно интересно, на самом деле, как бы жалко людей там и прочее. И огромнейшее количество народу, которые с года в год там работали, как бы в чем-то были профессионалами даже. И теперь это все просто вот, ну, ну, вот непонятно, что дальше будет. Ну, ужасно интересно. Слушай, и как раз у меня скорая помощь под окном, извини. Что это за тобой? Такое, типа, их увозят. Не предмет для юмора, но, тем не менее, забавно. Как раз хороним с тобой индустрию. А, Дмитрий, слушай, ну, офигенно интересно поговорили, по-моему, покрыли очень интересные темы. Есть ли что-то еще, что тебе приходит на ум, что стоило бы обсудить сегодня? Ты знаешь, мне кажется, хорошо очень говорили. Очень, очень классно. Ты мне, кстати, кучку закинул. Мне нужно было, я в следующий раз буду записывать, потому что закинул мне кучку интересных таких мыслей. Я сейчас закончу, я прям так-так-так-так быстренько запишу, если не забуду. Спасибо тебе огромное. Мне было ужасно интересно, я уверен, что зрителям нашим будет интересно. Ну, я уверен, что мы не последний раз. Давай это как бы сделаем, может, какой-то такой хорошей традицией. Ну, в любом случае, во-первых, увидимся в субботу на VC Kitchen, на VC Kitchen, где мы с тобой, в общем, очень-очень здорово общаемся. Дмитрий, спасибо огромное. Спасибо тебе, спасибо, что организовал, взял инициативу, спасибо за интересные вопросы. И, несомненно, увидимся в субботу. Ну вот, ребята, имейте в виду, Дмитрий Алинов – это просто блестящий, абсолютно человек с уникальным видением, с уникальной… у очень многих VC есть, а у некоторых нет уникального бизнес-модели. И помните то, что он сказал, и если вы, если у вас есть компании, для которых сетевой эффект является такой очень важной основой вашего роста, то Дмитрий для вас гораздо более правильный человек, чем, наверное, все остальные VC. Поэтому вот прошу любить и жаловать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok